Как не стать жертвой мошенников, решившись вложиться в биткоины? Признаки того, что вы наткнулись на нечистых на руку. В этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Без хорошей выдержки на рынок цифровых активов заходить не стоит. Биткоин отличает высокая волатильность. Цена монеты постоянно меняется. Всего за пару часов взлет может обернуться колоссальным падением. Есть риск потерять свои деньги. Поэтому, заходя на крипторынок, нужно быть ко всему готовым. А еще лучше предусмотрительным. Начинающему инвестору не помешает финансовый план, где будут прописаны его цели со сроками. Я лично считаю, что инвестирование – это ответственность каждого человека. И поэтому необходимо знать хотя бы базовые знания, чем это регулируется, как это работает. Это наш интерес, чтобы клиенты знали, чтобы население было финансово грамотным. Мы никогда не рекомендуем брать, например, кредиты и инвестировать в криптовалюту. То есть клиент должен инвестировать именно только те деньги, которых он не боится потерять. То есть он готов идти на эти риски, а не по поводу трендов или других людей. Официальные брокеры рекомендуют не покупать биткоин в момент его пиковой стоимости. В последний раз это наблюдалось в середине октября. Тогда цифровая монета стоила 66 тысяч долларов. В такое время рынок перегревается, и вложения в биткоин могут привести к значительным потерям капитала. Когда лучше вкладывать в криптовалюту, брокеры оценивают по так называемому индексу страха и жадности. Это шкала от 0 до 100. Пограничным считается 70-й пункт. Тогда жадность становится выше нормы, и индекс окрашивается в зеленый цвет. Самое время вкладывать в криптовалюту, когда на рынке паника. В этот период шкала становится красной. Видите, рынок движется, когда он движется вверх, никто не знает, до какого пика он дойдет. То есть, когда он начинает расти, всех это очень сильно подстегивает, у всех возникает фома. То есть, это страх упущенной возможности. И из-за этого люди хотят попасть на этот поезд, забежать на этот вагон, и что-то поймать, какую-то прибыль зафиксировать. Но никто не знает, как конечную остановку этого поезда и когда нужно выходить. Из-за большой популярности биткоина все больше казахстанцев начинают интересоваться крипторынком, отмечают в компании. Легальные брокеры призывают население быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. На доверчивости людей в любой момент готовы наживиться так называемые серые криптоброкеры. Первый признак того, что вы наткнулись на лже-компанию – это звонки и рассылка писем. Без разрешения клиента лицензированная фирма не имеет права этого делать. Лицензированная фирма никогда не гарантирует доходность регулярно. Например, если вы столкнулись, что ежемесячно вам будет падать 30% доходности, это наверняка не лицензированная фирма. И необходимо проверить и отправить жалобу регулятору. Оборот необеспеченных видов цифровых активов в Казахстане разрешен только на территории Международного финансового центра. Пока на этой площадке официально работают две криптобиржи и один криптоброкер. Без лицензии МФЦА оказывать инвестиционные услуги или торговать в этой сфере запрещено. Безусловно, клиенту легче работать с такими компаниями, отмечают эксперты. Но выбирая этот вариант, рисков становится еще больше. К примеру, можно стать соучастником незаконных сделок. Мы как регулированная компания видим историю всех кошельков, например, биткоинов. Если один из кошельков связан с финансированным терроризмом, мы это уже будем видеть. Если какой-либо кошелек связан с этим кошельком, хочет нам отправить деньги, мы должны об этом сообщить госорганам. А также этот кошелек, он блокируется. И владелец этого кошелька тоже может быть привлечен к ответственности. Поэтому считать, что все криптовалюты анонимны, является заблуждением. У регулирующих органов есть инструменты, позволяющие проследить всю историю кошельков с цифровыми активами. В официальных компаниях каждый клиент проходит проверку в системе. Также ее деятельность полностью прозрачна. Инвестор получает отчеты, счета фактуры, акты выполненных работ. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Субтитры подогнал «Симон»!